Так и нам ходить в обновленные жизни. Вчера вечером, в субботу, я разъяснял этот стих, но больше половины в храме не было. Я повторяю. А повторение это мать учения. Нам Господь одно и то же слово многократно напоминает. На Пасху сказанное слово Златоустом каждый год читается. То есть повторение не должно нас удивлять, а должно только радовать. Это чья-то молитва достигла, чтобы я вернулся... У меня другая проповедь заготовлена, но я вернулся снова к этому. И к этому тоже была ступенька одна, даже неприятная для меня. Я и не хотел этого делать. Да что вы это примите как особый знак. У меня такого за год никогда не было. И повторение проповеди, скажу, за последние 10 лет ни разу не было. Значит, это что-то значит. Чья-то молитва дошла до престола Божия. Вот эти слова апостол Павел писал в Кримской церкви и показывал на грань, где человек был один, а теперь другой. По-другому мыслит. И прямо говорит, что чтобы нам ходить в обновленной жизни. Жизнь состоит из чего? Рождение и смерти, и все, что между ними заключается. Мы день начинаем как бы с утра. Хотя мы и не знаем, когда он начинается день. Фактически был вечер, было утро. С вечера его по-библейски-то надо начинать. Ну а я же лежал. А вот в этом-то все и дело. Как лежал? Что думал? Или чем занимался? Куда ходил? Многое ночью творится нехорошее. А это в обновленной жизни у тех, которые жили неправильно. Как встаем? Как начинаем день? Это все в обновленную жизнь должно ходить. И это надо подвести к черту самому себе. Я после крещения, тут написано, погреблись, ветхий человек, он умер. И не говорить, у меня характер такой, у меня и мать такая была, или у нас склонность к тому-то умерла. Ты о чем говоришь? Этими словами ты подтверждаешь, что не умерла. Верующий не может сказать, что у меня и мама, у меня и папа такие были. У них характер такой взрывной, поэтому я не воздержанный. Или склонность к полноте. Ну разные слова говорят. Нет этого во Христе, дорогой. Чтобы нам ходить в обновленной жизни. Обновленная, это не просто покрасили какой-то участок платья. Это значит новое совершенно. Потому что впереди написано, что мы погреблись с Ним в смерть Христову. А как Христос воскрес из мертвых? А вот слышите, Христос воскрес. Это означает, так и нам ходить в обновленной жизни. И когда говорят, Христос воскрес, люди побуждают, желая ходить тебе в обновленной жизни. Вот и смысл какой. В обновленной. А вот себе и подумаем, как мы в обновленной ходим. Я вчера говорил о том, что ничего драгоценнее, детей нету. Это наследие, это будущее. Простое дело, кармашки не могут пришить. Ребенок держит в руке платочек и правой рукой крестится. Никакого крестного знамения, конечно, усложить не может персты. И крестится тем, что из носа вытекло. Такое уважение к крестному знамению. Вы сами вдумайтесь в этом. И всю службу молится платочек в правой руке, и в этого нет. Мы же православные. Но давайте хотя бы за внешнее ухватимся, через внешнее приблизимся ко внутреннему. Ни на что не надо ссылаться. У меня в обновленная жизнь. Я во Христе, потому что я верю, что Он воскрес. И апостол Павел это говорит не однажды. А дважды это означает два свидетеля. Колоссинам 2.12. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем, во Христе, вы воскресли верою в силу Бога». Я не могу отстать от чего-то. Ну, может быть и так. Может. Но во Христе вера это в силу Бога. А вы знаете, как непросто с собой бороться, с светским человеком? Он выныривает оттуда, его похоронили, а он все равно вылазит. Прирводное свойство. А природу гони, говорит, в дверь, а она в окно лезет. И это и в мальчике, и в девочке, и во взрослом, и в старика на смертном огре не оставляет. Вот сегодняшнее чтение было. Тарифа, она говорит, что значит серна. Ничего это нам не говорит. Он просто прозвище, ее так прозвали серна. Вы вообще знаете, что серна это дикая коза. Вы видели когда-нибудь на картинке, чтобы эта коза была толстая. Вывод-то можно сделать какой. А если бы она была другая, то сегодня Америка страдает от избыточного веса, люди. А они мрут, это чуть не на первом месте у них уровень медицины. А мрут как ухи, что сердечная. Сердечная боль и боли. Сердце должно накачивать клетку, в каждую клетку кровь-то. А оно не может качать. Сердечно-сосудистые заболевания. На сосудах, кровяных, там внутри какие-то бляшки нарастают и прочее. А сегодня умер такой-то и как прозываемый кабал. Ребенка привезли мне в первом классе, и у него прозвище кабал. А из-за чего? Он непрерывно жуется, ест и ест. Родители не верят, что он уже не их, он им не принадлежит. Он принадлежит кастрюле чугуну. А ведь его могли прозвать и в емот. А как Библия к этому относится? Нас должно заинтересоваться. Теперь в обновленной жизни. В обновленной жизни по-другому. Ты должен все брать. Напоминаю для незнающих. И знающим. Весь Восток, мусульманский мир, а это более одного миллиарда людей имеют двухразовое питание в день. Трехразового нигде нет. Да и в православных, если за утрене, за завтрак, и написано, за бед, а за утрене, за ужин. Вообще ее не существует. Никогда не было. А то мы сами придумали что-то другое. Читаем между утробой и канабей. А ведь во всем этом глубокий смысл. Ну ты начни бороться в обновленной жизни. Поставь себе за правила. Я пообедал, а ужинать я не буду. Начни бороться в обновленной жизни. Ветхая умерла. Вот что мы считаем. Люди обращаются. Иногда выдало поклонников, сами того не зная. А какие у нас выдало? А слово некогда. На занятия пойти некогда. В церковь пойти некогда. Побеседовать собраться некогда. Я решил по слову Божию наполнительное слое посмотреть. Слово некогда. Сорок девять раз в Библии встречается. Со значением когда-то. И я был апостол Павел. Жил некогда без закона. Некогда. Утозрение. Но другого смысла нет. И только Евангелие от Марка. Один раз во всей Библии с неэкономическими книгами встречается слово со ссылкой на время, что мне некогда. Вы будьте внимательны. Вы очень многие ссылаетесь на то, что некогда. Хозяйство большое. Разная причина. Это идол. А борьба с этим идолом только одна. За того, что тебе некогда. Рецепт даю тебе. Иди в храм. На все будет время. В храме время это приобретает. Значит ты будешь переделывать. Скотина будет болеть. Будешь ведра переворачивать не один раз. Некогда. А некогда один раз. Где же это встречается в Библии? А в чем это некогда? Марка 8.31. 6.31. Христос говорит. Пойдите одни. В пустынное место. То есть они все время с людьми. С людьми люди. Поесть некогда было дать. Ибо много было приходящих. Так что и им есть было некогда. Когда у нас было такое время, чтобы есть некогда. Потому что нам едут. А мы время выгодаем. И если за 3600 лет в Библии один раз только нашлось для слова некогда место сказать. И как раз в противовес тому, что мы делаем. Конечно это по обновленной жизни. Их надо было заставлять. Им некогда было есть. Ужины. И тогда Христос их отделил. Знаете, ребята, идите поешьте все-таки. Иначе упадете. Когда нам это говорили, что некогда. В любой работе, в любом занятии. Больной ли мы всегда найдем время для еды. Один раз. Значит, в обновленной жизни. Давайте сами над собой трудиться. За столом ведь я не буду сидеть. Я вчера сестеря рассказываю. Восемь вечера. Положил две семечки в рот и вспомнил. Уже в восемь. Какое же имею право. А я их выложил до завтра. Из-за рта вытащил и сам засмеялся. Почему? Опыт. Я просто делюсь с вами опытом. Так что и не пьешь, и не пью. Я берегу свою фигуру. Потому что жизнь человеческая лет 70. А при большей крепости 80. При полноте, кого я знаю, до 70 лет ни один не доживал. Это уж при великими молитвами чьими-то дают. Начнем бороться с этого. И уже все с места сдвинется. Я постою перед Богом и прошу Господь, дай мне жить вам на временной жизни. И чтобы я был как серна. А что они показывали? Рубашки, которые я нашила, не для себя и платья. Для кого-то. Что покажут, когда нас будут хоронить? Вот он для меня сделал. А вот это он не за плату. На базаре за плату продают. И эти рубашки, говорит Анфа Тос, воскресили ее. Это все эти рубашки, они сегодня в музее были бы. И показывали эту рубашку, она сделала для бодящего. А это сделала для прохоженного. Это сегодня считалось. Сегодня. В храме. И заметьте, больной 38 лет лежит. И написано иссохшее. И написано полное, пузатое, жирное. Но иссохшее. Опять о том же самом. И уже Евангелие, это Новый Завет. Не так, что в Ветхом Завете, ладно. О Новом Завете можно есть, говорит, от пуза. Нет. И он говорит, никто не имеет возможности. А если бы он был толстым, сказал, да никто крам не подогнал меня в купель в эту воду опустить. Вы вдумайте, самый смысл. То, что сегодня только считалось. И лежали иссохшие, ожидая воды. Как они истомились. Мы не ждем этого божественного веяния Духа Святого. Чтобы быть другими. Одно место в Библии некогда поесть. Только на это. А не то, что некогда в храм пойти и прочее. Еще раз говорю. Одно из главнейших мест в Библии, на которое многие ссылаются. Это первое послание Иоанна 1.7. Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Не трудно повторить, запомните. Но это только третья часть после запятой. Первая часть. Если ходим во свете, как Он. Во свете, как Христос. Запятая. Имеем общение друг с другом. А это жертва. Таковы жертвы угодны Богу. Общение нужно искать. Я сегодня стал смотреть фотографии ваши. На кладбище ходили. И знаю, у некоторых похоронены здесь уже. И их на кладбище не было. Отношение к покойникам всегда. Во всех нациях, во всех религиях было самое трепетное. Они даже, я в другое время пойду. Город специально выделяет автобусы. Милиция, скорая помощь на кладбище. Нынче особое какое-то отношение. Даже у властей. Мы не можем сказать, что это теократическое государство. И вы рядом живете. И некоторые даже не пришли по словам некуда. Этот идол будет разрушен. На этого идол ссылаться не надо. Некогда задуматься о жизни. Время нашлось для нас родиться, и время найдется умереть. И в это надо втиснуться все. И если говорится, что десятину отдать Богу, то десятину во времени Бог свое стребует. Десятую часть. Десятую часть суток, а две целых четыре десятых часа. Отдай для Бога сегодня. Я когда услышал о Великом посте, я даже поразился, взял ручки и давай сам выписывать. Неужели это так? Семь недель Великого поста. А сегодня говорят шесть, а там страстная неделя. Не было при Златоусе этого. А семь недель, суббота, воскресенье, это дни не считается постной, потому что растительное масло разрешается. Остается пять. Сколько дней в году? На 365. А десятина? 36,5. Ну и как? Зато это очень просто. По пять дней, семь недель. Семь и пять, 35. 35. Одна суббота во всем году постная, перед Пасхой. Прибавить. 35 плюс один сколько? 36. И свечивает до утра полдня. 36,5. 365. Десятичная. И Бог берет десятину. И десятину Бог берет в нашей жизни. Это я вам от Улс объясняю. Поэтому, если ты сегодня не отдал десятину, то уж завтра, либо бы в тебя, я приду, у нас длинное богослужение, хотя и не сокращенность, она длинная еще. Я не смог сделать, в другом месте побегу. Еще что-то сделаю. У каждого свой талант есть. Не только за копейку, своя выгода. А где я сделаю для Господа? А то так. Рядом живу и за полгода один раз появлюсь в храм и вроде отметился. Ну поэтому, ладно, снисходительно, под разными причинами может. Канонические правила говорят. Два воскресенья пропустил, человек исключается. И церковь никогда не хватало, за каждое лишь бы больше было. В обновленной жизни все новое. Вы знаете, что человек признает запах. Люди боятся, говорят, мне сегодня с людьми встречать, а чеснок нельзя есть. Да как раз чеснок-то и надо есть, когда идешь, чтобы лишь и не лезть целоваться с тобой. А потом много везде пекробов за разные люди, чтобы вокруг себя зону создать. А запах создает, говорит, живительный и смертоносный. Запах смертоносный на грех и живительный для жизни. Это апостол Павел Коринфян говорит. И, выходя из дома, не духами тушиться, а с живительным запахом и со смертоносным выйти. Да это нам дал Господь. Откройте там двери. Сейчас можно всем заходить, а так как раз вам полезно. Кремленов 6.8. Апостол Павел говорит. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Давайте я в обратном порядке просмотрю. А если мы не умерли с Ним, значит и жить с Ним не будем. Это абсолютно одинаково. И спрашивать самого себя надо, а умер ли я в светлом человеке, в крещении. Мы на крещении какой-то срок устанавливаем, но это еще не все. Некоторые выходят из купель и говорят, а что теперь дальше? Это только начало, это рождение духовное. За ребенком не смотрят. Я сегодня одного вашего поставил. Он нормально кланяется. Я плохо слышу. Маленькое левое ухо получше слышу. Ну кто-то поет и поет и поет. Я глаза скошу, не вижу, кто поет. И только в конце догадался. Соловей-то под боком у меня поет. Оказывается, у него талант. И этот талант надо развивать всячески. А что, Ленин сегодня ребятишек поставил, кланяется как перед храмом? Несколько поклонов сделали за ходе сегодня уже. Совершенно другая картина, чем вечером было. Это в обновленной жизни. А дети молились сегодня в обновленной уже жизни. Мы все должны сделать в жизни во всей. Не просто умом. Второе, коринфянам 5.15. Напоминаю, что это я проповедь готовил неделю для барнаульских. Я не знал, поеду или нет. Нашлись добрые люди, меня привезли сюда. И вы перехватили для себя. А они узнают только от кого-то. Это Господь тоже устроил так, что и не хотел, и сказал вчера, и сегодня пришлось повторять. Значит, это вас очень должно коснуться. И он говорит так, Павел. А Христос за всех умер. Чтобы живущие уже не для себя жили, не для умершего за Него. Не для себя. Не так, чтобы, говорю, этот человек, ему одно название. Своя выгода. Выгода нет, он разговаривать не будет. Не для себя жили. Если Христос, ты веришь, что Он умер, я говорю, отсюда заплетая, ты не для себя жили уж теперь. Иначе вот эта запись, Христос воскрес, она просто никакого смысла не имеет. Это я воскрес с Ним. Должен воскреснуть. И каждый день с утра до вечера в воскрешенном состоянии приближается к вечности. Я непрерывно напоминаю слова Давида. Он говорит, я в человеческой жизни 70 лет. 10 июня у меня День Ангела, а стало 2-го, 1 год мне быть в командировке на земле. Я с такой радостью об этом говорю. Я на днях поразил председателя Союза писателя Алтайского края. Он схватился, так выходит у меня уже и жизнь, и он тоже такой уже пример возраста. Конечно, не отвергайся смерти. Это темное царство. Это земля пропитана от коры до центра крови человеческой. Но Господь послал, чтобы мы преобразились в ее образ. Чтобы его качества Христовы в нас были. И тогда это сродство притянет к Нему. Мы к Нему идем, умрем все, рано или поздно. И просто живут на 20 лет дольше нас. Но они все равно умирают. И человек, который томит свое тело, он живет до 80 лет и более даже. Ну, это за что, что родители чтил. Написано, чтующие родители долголетия на земле. И при том, не принимайте себе ничего в обиду. Он говорил, он говорил про меня. Это означает, что слово живое и действенное. Оно достигло. Вот смотрите. Второзаконие 32.15. Это пятая книга Моисеева. И во второзаконии этот закон был повторен. Второзаконие. И это читалось все время на Богослужении. Что написано? Господь говорит, великую претензию имею не к одному человеку, чтобы растолстел. Члево, как у женщины, говорит, на 9-м месяце беременности. Нет. А ко всей стране Израиля. Утучнел Израиль. Ну, Господи, ну и хорошо, знаете, и почки тогда не висят, подтянуты у меня как надо. Из-за почек еще борются. Если я, помню, и так замерзну, и без белков нельзя, без мяса, сколько наговоров идет. А Господь говорит, утучнел Израиль. Стал упрямый. И ничего нельзя сказать. Закрылся себе, почернел, как в могиле человек сидит. Это не у нас только, это во всем мире. Дальше. И старичный Господь, говорит, утучнел. Отолстел. И разжирел. Ну, кажется, это одно и то же. А чтобы еще выпить, не нужно это. И после этого, жир твой оттолкнул. Жир – это стена между Богом и человеком. И оставил Бога, создавшего его. И презрел твердыню спасения своего. Запомните это место. Господи, и сохшее ожидали. И она была серна. А Затаус, он, может, сегодня, сказали бы, едко высмеивал людей полных. И говорят, ну, в жертву Богу приносили всегда такое крупное, хорошее. Тебе что, в жертву хотят принести? Что ты такой? Для чего тебе это нужно? В обновленной жизни другой. С сегодняшнего дня я начинаю бороться. У меня в камере, в тюрьме обратился человек. И он, а с огромным животом, просто как будто привязанная большая подушка. Но заметили, как он молится, нас отсадили в отдельную камеру, чтобы мы не заражали других. Не прошел один месяц. Он полностью все с себя снял. Все. Как будто ничего у него этого не было. Он ни утром, ни вечером, ни обед, ни ест, ничего, только плащет, полотенце повесил. Я еще не скажу. Он повторяет слова, поет их и плащет. Никогда не слышал. Это осталось в памяти. Один месяц. И не надо никакой кремлевской диеты. Все это уходит. И непрерывные поклоны. Вот я говорил сегодня детям, а взрослые стояли. Вам не надо смотреть, а надо делать поклоны. Чтобы правая рука проверить себя, коснулась пола. Это поклон. Ты не мне делаешь, для Бога. Попробуй так военной счастью. Отдай руку колесом возле головы. Там учат с первого дня, как доброви, как скинуть ее, чтобы она... Ну, видите, как приятно смотреть, когда военная... Да что, Бог разве это командир какой? Да, написано начальник и совершитель веры. Я Богу моему отдаю честь. Себя на это настраивает. Я бы был небрежен. Но я умер прежнее. Я готовился на одно, теперь на другое. И все время подтверждение ищи, что жизнь обновленная. Из Ихилия 34, 16. Господь говорит. Я потерявшуюся отцу. И угнанную найду. И возвращу. Он так заботится. Так я кто такая себе? Значит, я потерявшийся, может быть? Ведь Писание надо исследовать и входить в него. Теперь угнанно. А может меня кто-то угнал? Грех мой. Леность моя отогнала уже от детей Божьих. Живете всего 200 метров, 300 метров. Деревня-то и на зиму, на занятия не ходите. И сейчас ходите. Да просто слово обида не христианская обида. Даже если обиделся. И дальше. И пораненную перевяжу. То есть Господь-то нас как любит. А как Он перевяжет? Словами, утешением, наставлением. Ну не все в человеке в одну. А потом и больную укреплю. Да я подхожу и под это, и под это обцу. Все подходит. А разжиревшую и больную истреблю. Ни лекарства, ничего для разжиревшей и больной нету. Значит, Он к Исоши не попадает. В разряд сервы не попадает. Разжиревшую. И я истреблю ее. Это мимо не надо пропускать. Потому что это к нам написано. Я обстар. И Господь говорит, и буду пасти их тогда по правде. Значит, тогда все нормально. Остались одни души. Услышал? О, Господи, еще время есть. Да помоги мне в разряд тех, которых Ты не изгоняешь. Вот тогда Слово Божие заговорило с нами. Не бойтесь принимать слово увещание. Ребенок ли сказал, взрослый, молодой ли, раз, если никакой нету. Даже так Ты меня хотел оскорбить. Ну даже если так. Ну и любя тебя, я тащу с рельсов. Ты ж на рельсах упал, лежишь. Послание к евреям 11.32. Апостол Павла однажды говорит, у меня времени, говорит, не хватает. А где он сказал? Он не другими словами сказал. Он, говорит, не достает мне времени. Так у апостола Павла, оказывается, времени не было. Он что? Не имел времени проповедовать? Не имел времени заниматься с людьми? Нет, говорит. Чтобы повествовать о Гедеоне, в Ираке, о Самсоне. Перечисляет их. И других пророков. О Самуиле. Времени не хватает, чтобы все есть Ветхий Завет. Я, говорит, перехожу на Новый Завет. Вот только. И больше в Библии вообще нигде этого нет. Я прошу вас, умоляю, никогда не ссылайтесь на слово неком-то. Отец наш, говорит, вот здесь жили Шахури, но у него 30 дайных коров было. 130 овечек, 15 лошадей. Конечно, держали работников, но и те работали. Тебя Бог благословит. Мне Бог благословил друзьями. Имя ему Александр, и уж не скрою фамилию Устинов, Виталий, отец. 10 детей. У тебя еще не 10. И он живет в городе. Да и все, как-то за 60 километров до Новосибирска, с Искитима. А там еще надо пересадку делать, ехать. И ни разу он не пропустил ни вечернее, ни утреннее богослужение. Ни разу он оставил пример. Этот пример я вам показываю. Слово неком-то у него не существовало. И в городе еще держал одну или две коровы на такую семью. Отдельный сад и отдельный огород. И завистники пришли, лопаты всю, уже выросшую капусту, перерубили ему прям землей вместе. И он пришел, только Бога прославил, и все. Итак, это обновленная жизнь. И о нем свидетельствует, что такие люди есть. Это в нашей жизни. Ну, бывайте, дети, говорится, не в родителей. Немного, говорится, по-другому. Второе послание к Коринфянам. Прочитали. И к Колосинам 3.3. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Прямо стоя здесь сейчас скажешь. Господи, я так хочу в Тебе сокрыться. Я и сам себе ведь не рад. И ты меня так любишь. Какие лаковые сегодня вам кусочки-то подкладываются в Священное Писание. Это к Коринфянам, конечно, было. Иоанн 6.33. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Хлеб это Христос. А для нас этот хлеб не просто какой-то, а в причастии выстинут. Если человек в обновленной жизни, он не будет смотреть, кто как. У нас тут некоторые ходили, не стали ходить. Почему? Они бы сказали, не ходите, мы еретики. Мы молимся Богу, то другое. И люди не стали ходить. В обновленной жизни он бы сказал, какой ты имеешь право. Я с Богом разговариваю. И какой ты имеешь право между мной и Богом становиться. И не сказали этого. Значит, обновленной жизни нет. Обновленная жизнь это все отвергает. Меня Христос зовет. Чем вы эти занимаетесь? Они слышат эту пробу? Нет, не слышат. Они имеют благословение священника сегодня? Не имеют. То есть этого ничего нет. А здесь пение ангелов в Атаус говорит. Вы никого так не оставляйте, который не ходит. Вы приходите к ним. Не постесняйся обнять его, поцеловать, пасть на колени. Скажем, мы же обновленной жизни, брат, сестра. Мы так были вместе. Кто разделил нас? Вы же неправильно говорит апостол Павел. Кто совратил вас не покоряться истине? Кому вы покоряетесь? Вы добейте до конца, что любовь наша, это в обновленной жизни, не по-человечески только дать, а душу спасти. Евангелист Иоанн 8-12 пишет. Я свет миру, говорит Христос. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет. И сразу, а не во тьме ли я? Я каждый раз себе говорю. Если случилось мне вечером, ложась в спад, читая до воскресенье Бога, а потом еще в постели. И почему-то в постели, но я быстро засыпаю и позевну. У меня всегда мысль, я, наверное, бесноватый. Да разве можно при такой молитве? И сразу начинаю по новой считать. До половины до седа я опять уснул. И тогда сяду, раскроюсь, хоть холодно, и начинаю читать, отойди сатана. То есть себя надо терзать и мучить. Иногда, один раз я заметил, я пять раз не могу прочитать. Я опять заснул. До молитвы, до половины, досчитаю. Это сатана. Он не дает пробить всех Богу. И тогда до конца досчитал, аминь. Посижу маленько, аминь. Я два раза еще раз, аминь, теперь помню. Теперь уже лягу. То есть вы сами себе какие-то ставьте знаки, что я дошел до этого, а с сегодняшнего будет по-другому. Улыбнись новой обновленной улыбкой. Прошлого нет ничего. Христос просил, и я всем прощаю, потому что я воскрес со Христом, и жить уже должен не за себя. Псалмопевец Давид, 50-12, говорит, сердце чисто сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня. Да, Давид, он у тебя же и так правый, да ты же псалмопевец. Ох, как далеко я зашел. Этот псалм он написал тогда, когда он низвергся с крыши, упал, шейный позвонок сломал, ребра переломал. Я образно говорю, почему? Он увидел ребро кривое там в купальне. И пал оттуда. И ни одно ребра не осталось. И говорит, дух правый обновил мне. Да только одна забота, да духа святого-то не отними. Так они, неверующий человек этого не знают. У неверующих этого нет. Он будет ходатайствовать, конфискованное имущество вернуть. Ну, разное такое. А он не знает, что такое духа твоего святого, не отними от меня. Дух еще со мной, несмотря на то, что я пал. Он с тобой, поэтому ты пришел сегодня. Поэтому ты о духовных вещах еще любишь разговаривать. Ты любишь слушать. Послание к Ефесянам 4,23. Апостол Павел говорит, и обновиться духом ума вашего. Не умом. Оказывается, и в уме какой-то дух с маленькой буквы. То есть духовный настрой, его все время надо обновлять. И только тогда это возможно, когда ты умер в крещении. Ну, а если бывает так, ты принял, маленький был. Ну, теперь начинай. Крещение неповторимо, а разовый. Господи, а я тогда этого ничего не понимал. Когда венчают, какие слова говорят? Я только думал, как бы не упасть. Я ничего не помню. Когда рука полагает, я говорю, ты же слышал, тебя рука полагает. Я ничего не помню. Я только думал, как бы правильно все сделать и все. Ну, теперь начинай изучать в обновленной этой жизни. В послании Киту 3.5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Это сказала Серна Воскрешенная. Это сказал тот исцеленный, которому Господь сказал, возьми постель твою и ходи. Быть может, мы так прилепились к постели. Не случайно это говорится? Явился бы, Господь сказал, сколько ты будешь лежать, медведь. Встань в постель твою. Привяжи ее к спине и ходи тогда уж. Если так, боишься расстаться с постелью. Тут может глубокий смысл вложить. И он с постелью с этой, ну как, из камеры, когда выводят человека с вещами на выход. И вот он с матрасом стоит. И он ходил, но люди-то радуются. Он же лежал, пролежали там. Какой он там матрас-то был там. Смотреть не на что было. 1 Коринфянам 6,14. Бог воскресил Господа. Воскреси ты нас силой своей. И простая молитва. Господи, я от этого не могу избавиться. А ты поставь правило. После обеда скажи, за мной все смотрите, чтобы я чего лишнего не взял. Господи, как бы мне от этого избавиться? Ты увидишь, как все это поплывет. И мозги начнут проясняться духом ума вашего. И все в семье, везде будет по-другому. Я умер, Господи. Я теперь другой. Порадуйся за меня. Я даю отчет тебе вечером. Я вот в этом сократил себя. Вот в этом прижал себя. Написано, Павел говорит, смиряю, порабощай тело мое, чтобы проповеду другим самому не оказать и недостойно. Не просто говорить, как с набойской. Но тогда принимает от нас слово, когда ты сам живешь так. Конечно, большое дело, если вы детям будете говорить правильно кладиться. Но если вы им кармашки сегодня не пришьете, и вместе с вами они не будут сто поклонов хотя бы, они так и останутся. На детей больше действует пример наш. Дети очень внимательны. Это нам только кажется, что рядом с нами обезьяны. Это мы перед ними обезьяны. А не они. Это учителя наши. Христос сказал, если не будете, как дети-то. С кого пример добрать надо? 1 Петра 3, 21. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, неподсходной чистоты обытия, спасает. Если мы вышли из крещения и не изменились, под сомнение можно поставить само крещение. Я не говорю, что отменить его надо, но не совершилось там то, что должно быть. Мы из крещения выйдем и должны блистающе. Первые христиане ходили неделю, не снимали, как ваши платки воскресные белые, и ходили перед ними с зажженной свечой. Специально был выбран человек, может быть, поручители, и ходили со свечой. И в целом они не доходили. Куда-то ему надо, подожди, сейчас я выдаю. Сколько же свечей на него сжигали, чтобы он все время повторял. Я свет. Я теперь в новой одежде. Вот он долбил и долбил, и это неделя, неделя так пропитывала его, что христиане только ждали, когда их казнят за имя Христовым. Колоссином 3.10. Я облегшился в нового человека, который обновляется в познании Бога, создавшего его. То есть Христа надо все время узнавать, как он поступал, и по образу его поступать. Вот рецепт дается. Ты хочешь узнать, ты изменился после крещения или нет? Радует ли тебя встреча с верующими, или с неверующими, так как ты свой парень? Ты можешь быть и хороший характером, ты хороший семьянин, но перед Богом ты кем будешь, человек? Я это говорю для того, чтобы и вы мне помогали. Я-то вам принес то, что божественно. Кефесянам 2.5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью и спасены. Хочу сказать для тех, кто, может быть, упускает из виду, что мы имеем великое преимущество перед всеми верующими, что мы находимся в православной церкви. У нас есть благодать освящающая. Это алтарь, таинства святые, благословения. Но мы должны дополнить это, чего не хватает в православии. Благодание. Призывающее и обращающее. Я вчера занес большой материал. Много Евангелий, новых заветов. И о том, как вести работу. Кто хочет быть учителями? Заходите, все это получите бесплатно. Евангелие, Новые Заветы. Это не один, не два Евангелия. Мы посчитали на днях, сколько нам забросили в последние дни. Примерно 30 тысяч. Вдумайтесь в эту цифру. Когда за одним Евангелем мы гонялись. Это бесплатно. И кто? Баптисты. Где убрать? Из-за чего? А есть такая поговорка. Ласковатеренок двух маток сосет. И они знают, что мы православные. Но они знают, что мы нигде против истины не скажем. Поэтому где молятся о Христе? Молятся Христу. Католики пусть, баптисты. Вы не бойтесь участвовать в молитве. Но они правильно молятся. Ни Отца и Сына и Святого Духа не признают. Аминь не говорят. Они так, что они молятся. А я никуда повернусь спиной туда. Нет. Пророк Илья стоял и слушал молитву язычников. Они кричали, Вааля услышал. Они по-славянски молились. Не Ваал, а Вааля. Заметь, какие они были. Ну, старо-Вааловцы какие-то были. А он стоял, слушал. А потом давай над ними смеяться. И эта молитва их, она его не осквернила. То есть, он не был старообрядцем. Он смотрел широко на это. Но когда он замолился, они съежились, скукожились сразу. Они поняли, у него наточенный меч. Сейчас огонь сойдет и всю мою жертву возьмет. Вот то, что мы сейчас приносим Богу в молитву. Господи, я кофемиан, я ко жертве вечерняя. Пусть молитва зайдет. Я хочу подожжать. Я хочу обновиться и в обновленной жизни ходить. Аминь.